Меня зовут Дадошова Сабина, я студентка 4-го курса переводческого факультета, и я изучаю немецкие и английские языки. Тема моего доклада – это лексико-синтаксические особенности немецких научно-популярных текстов. И пример. То есть я переводила отрывок из книги «Абсессивно-компульсивное расстройство. Когда навязчивое стремление к безопасности становится болезнью». Актуальность данной темы обусловлена проявлением повышенного интереса к теме психического здоровья, высокой распространенностью абсессивно-компульсивного расстройства во всем мире, неполной изученностью данного расстройства, трудностями и несвоевременностью диагностики и начала терапии, а также недостаточной осведомленностью пациентов и психиатров о методах лечения данного расстройства. Потому что известно, что данное расстройство формируется индивидуально. Теперь я расскажу пару слов о ОКР. Вообще данное слово, оно состоит из двух частей, то есть «абсессия» и «компульсия». Но на самом деле психиатры говорят, что ОКР состоит из трех частей. Первая часть – это «абсессия», то есть навязчивые, назойливые мысли. Приведу пример. Например, человек, когда выходит на улицу, он думает, закрыл ли я дверь или выключил ли я газ. Это первое. Вторая часть – это напряжение, тревога и беспокойство. И в результате напряжения, тревоги и беспокойства уже возникают компульсии, то есть навязчивые действия. В чем это проявляется? То есть человек возвращается домой и проверяет на самом деле, закрыл ли он дверь. Может возникнуть вопрос. Да, у всех людей на самом деле есть обсессивная, обсессия, то есть навязчивые мысли. Но чем различаются обычные люди от людей, у которых это патология? Во-первых, у обычных людей навязчивые мысли могут вызывать кратковременное беспокойство, и они не так выражены. Во-вторых, продолжительность мыслей у обычных людей, она ограничена, и обсессивные мысли у них длятся несколько минут. И в течение дня они не возвращаются к этим мыслям. И третья особенность – то, что они у них не постоянно. То есть один день они у них есть, во второй день у них уже этих мыслей нет. А у людей, страдающих УКР, эти мысли постоянные. И чтобы поставить такой диагноз, то есть симптомы должны наблюдаться на протяжении определенного промежутка времени. Обычно психотерапевты говорят, что необходимо минимум две недели, и эти мысли должны появляться ежедневно. Какие бывают виды обсессии? Обсессии часто бывают связаны с вопросами чистоты и гигиены, то есть человек боится заразиться чем-то. Второй вид обсессии – о неправильных действиях. То есть человек думает, что он что-то неправильно сделал, например, не так закрыл дверь или не так закрыл окно. Третий вид – это обсессии об опасных импульсивных действиях. Например, женщина на кухне держит нож, и у нее может возникнуть мысль ранить кого-то этим ножом, и таким образом она понимает, что это действие опасно. Но это всего лишь мысль – обсессия. И последний вид обсессии – это богохульные мысли. То есть, например, у религиозного человека может появиться какие-то богохульные мысли, и они его тоже напрягают. Дальше я бы хотела поговорить о том, да, о компульсиях, то есть о навязчивых действиях. Признаки компульсии – это первое – частая повторяемость. Второе – возникают в ответ на эмоциональное напряжение. И третье – воспринимаются как обязательные правила. Виды компульсии. Первое – это мытье рук, и оно непосредственно связано с обсессиями, то есть боязнь человека заразиться чем-то. Второй вид компульсии – это постоянные проверки. Как я уже говорила, проверяет человек, закрыл ли он дверь. Причем несколько раз. И третий вид компульсии – это ритуалы. Ритуалы бывают как двигательными, так и мыслительными. Мыслительные ритуалы могут проявляться, когда человек повторяет несколько слов постоянно или повторяет молитвы. И четвертый вид компульсии – это накопительство. Его еще часто называют синдромом Плюшкина, потому что человек собирает ненужные вещи, и хотя он понимает, что они ему не нужны, он не может избавиться от этой мысли. Теперь перейду к причинам возникновения данного расстройства. Данное расстройство может возникнуть у человека в связи с генетической предрасположенностью и в зависимости от социальной среды, в которой он вырос. Чаще всего обсессия и компульсия возникают в подростковом возрасте, то есть с 12 до 19 лет. Но бывает и что возникает в зрелом возрасте. И теперь я перейду к книге, которую я переводила. Данная книга написана на основе многолетнего опыта немецких психологов и психотерапевтов, и поэтому она представляет интерес как людям, которые занимаются психологией и психиатрией, так и для тех, кто просто интересуется данной темой и хотел бы расширить свои знания. Это третье издание данной книги. Оно вышло в 2018 году. И пару слов об авторах. Дэвид Альхаус, дипломированный психолог, практикующий врач-психотерапевт, работает в немецком городе Дахау. А Ника Нидермайер, практикующий врач-психотерапевт, он работает в Мюнхене. И с пациентами, страдающими ОКР, он работает уже на протяжении 20 лет. И у него очень большой опыт. По лексическим и грамматическим признакам данный текст относится к научному стилю, научно-популярному подстилю, так как главной целью автора в книге является передача научной информации доступным языком. Характерными чертами научно-популярного подстиля являются использование средств популяризации информации, лагульных конструкций, элементов разговорной и сниженной речи, а также приемов привлечения внимания читателя, например, с помощью риторических вопросов. И самая главная особенность – это то, что авторы пытаются донести до читателя мысль понятным языком, и поэтому многие слова сопровождаются описаниями или какими-то разъяснениями. Перейдем к лексическим особенностям данного текста. Первая особенность – это использование узкоспециализированной лексики, и в основном это медицинские термины. Приведу пример. Итак, два гиперс-дарюбе хинаус айна филцаль аанды хамитзотен, вибор, сплесвайзе, гиспрейс-психотерапия, хипнотерапия, системиша терапия и гештальтерапия. Хотя, кроме того, существует множество других методов психотерапии, таких как клиент-центрированная психотерапия, гипнотерапия, системная семейная психотерапия и гештальтерапия. Как мы видим, в данном предложении термины не сопровождаются пояснениями, и это наталкивает нас на мысль о том, что читатели научно-популярных текстов должны обладать минимальными знаниями в зависимости от тематики книги, которую они изучают. Второй особенностью являются аббревиатуры, такие как ЭЭГ, то есть Диэлектроэнцефалография или Электроэнцефалография, МРЦ, Димагнитно-резонансная томография и ЭКТ, Электроконвульсионстерапия, электроконвульсивная терапия. К лексическим особенностям также относятся использование сниженной лексики. Данный прием используется для того, чтобы читателю было более понятно, чтобы донести мысли до читателя. И четвертая особенность – это использование сравнений и аналогий. Я бы хотела бы зачитать этот пример. Терапия – это вам не поездка на такси, когда вы просто называете водителю адрес, а потом выходите отдохнувшим в нужном вам месте. Мы видим, что это довольно яркая аналогия, и с помощью нее авторы, то есть читатели, выстраивают у себя в голове более ясную картину о повествуемом. К лексическим трансформациям относятся, то есть какие лексические трансформации я использовала. Во-первых, это лексическое опущение. Достижение адекватности перевода требует от переводчика, прежде всего, умения произвести многочисленные преобразования, так называемые переводческие трансформации, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, которая есть в исходном тексте. При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. И одним из примеров избыточности является свойственное научно-популярному стилю немецкого языка употребление так называемых парных синонимов, то есть параллельно употребляемых слов одинакового или близкого значения. Обычно они объединены союзом «uns». Русскому языку данное явление не свойственно, поэтому при переводе в этих случаях переводчик опускает какое-то одно из слов. И я приведу пример из текста. «Ах, интенситетс- и хэфтикайт von Звансгеданкен sind nach einer Терапии weit weniger stark ausgeprägt, и, как мы видим, в данном примере у нас есть два слова, интенситетс- и хэфтикайт, и эти слова являются синонимами, поэтому при переводе я опустила одно слово и оставила интенсивность». Вторая трансформация – это лексическое добавление. Поскольку структура немецких предложений отличается от русских, при переводе опущенные в немецком языке слова нередко подвергаются восстановлению. Приведу пример. «Поведенческая терапия» – это не таинственное и не необъяснимое колдовство, а направление психотерапии, основанное на рациональности, доступности для понимания и верифицируемости. Как мы видим, в немецком предложении у нас нет слова направления психотерапии, но при переводе его необходимо добавить, потому что иначе предложение будет звучать неправильно. Теперь я бы хотела остановиться на синтаксических особенностях текста. Для синтаксиса данного текста характерно употребление сложных, неопределенно личных, вопросительных предложений, а также риторических вопросов. Как вы видите, предложение длинное, и здесь у нас два союза. Сочинительный союз «дэн» и подчинительный союз «дас». Второй пример – это неопределенно личные предложения. В немецком такие предложения встречаются очень часто, однако в русском при переводе необходимо их трансформировать, что я и сделаю. И третья особенность – это риторические вопросы. В данном тексте они встречаются довольно часто. С помощью них авторы привлекают таким образом внимание читателей к проблеме. Приведу пример. «Истас нихт фон сайт сайт, зэбэхагвих такси цифаган». Порой очень удобно пользоваться услугами такси. Не так ли? Теперь перейду к грамматическим трансформациям. Первое – это объединение предложений. Объединение предложений – это способ перевода, при котором синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. Приведу пример. Звагсеркранкты Menschen mit Депрессионен oder auch mit Ангст-Erkrankungen oft über beeindruckende Бессернungen auf der Basis von vertrauensvoller Zuwendung. Bei zwangсеркранктных Menschen ist dies in dessen kaum zu beobachten. «Людям, страдающим депрессией или фобиями, для того, чтобы достичь значительных улучшений, достаточно просто увеличить количество оказываемого им проблемам внимания. Однако в случае с УКР это не помогает». Я решила соединить предложения, так как в русском языке это более понятно, чем делить предложения. Вторая трансформация – это замена членов предложений или перестройка синтаксической структуры предложения. При замене членов предложения слова и группы слов в тексте перевода употребляются в иных синтаксических функциях, чем их соответствие в тексте подлинника. Иначе говоря, происходит перестройка синтаксической схемы построения предложения. Самый яркий пример такого рода синтаксической перестройки – это замена немецкой пассивной конструкции русской активной. Приведу пример. «Не soll er auf ein Objekt reduziert werden, das brav gehäuft, ohne die Hintergründe zu verstehen». «Психотерапевты не должны относиться к нему как к объекту, который послушно повинуется указаниям, не понимая цели происходящего». В немецком предложении у нас данное предложение тут отсутствует человек и в русском языке, то есть кто выполняет данное действие. И при переводе я решила добавить, так как это поясняет мысль. И вывод, какому выводу в результате исследования мы пришли к выводу, что для перевода немецких научно-популярных текстов на медицинскую тематику переводчику необходимо, во-первых, владеть различными переводческими трансформациями и использовать их на практике. Во-вторых, пользоваться специализированными словарями, которые относятся к той или иной области знания. В-третьих, обязательно нужно сверять свой перевод с общепринятыми терминами. И да, бывает такое, что термины относятся к безэквивалентной лексике, тогда приходится обращаться к тематической литературе на родном языке. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за внимание.